так отлично мы на связи всем огромный привет меня зовут эдуард васильевский мы еще не знакомы я являюсь одним из топовых лидеров компании арифлейм развиваясь сетевой бизнес вместе моей супругой с натальей уже 18 лет 18 лет мы сотрудничаем с компанией арифлейм здравствуйте друзья я надеюсь хорошо видно и хорошо слышно да поставьте пожалуйста по десятибальной шкале как вы меня слышите 10 это будет означать отлично я сегодня в наушниках поэтому уточняю сейчас мы сегодня сделаем с вами интересную экскурсию экскурсию по поселку есть такой поселок называется лапсары в чувашии именно с этого поселка начался наш путь в компании арифлейм наш путь в сетевом бизнесе друзья и так сейчас я сижу в машине ну что поехали мы будем сейчас с вами знакомиться с этим поселком но и попутно я буду вам рассказывать некоторые истории на начальных этапах которые были ну и отвечу на вопросы которые поступали еще до этого и я обещал тем кто задал эти вопросы что отвечу на них на ближайшем эфире и так ребят поехали кстати драм я сейчас нахожусь в автомобиле который мы получили в по автопрограмме компании рефлейм то есть это автомобиль bmw x6 это была моя мечта в свое время иметь вот такой автомобиль то есть это не первый наш автомобиль от компании но все мечты должны осуществляться они осуществились рефлейм вот это вот вот видите да вот это два окна вот тут мы жили в свое время вот здесь это да еще по-прежнему наша же квартира двухкомнатная квартира небольшая маленькая ну что поехали и так дорогие друзья когда мы пришли в этот бизнес нам с наташи было по 25 лет на тот момент нашему сыну было три годика наталья была бухгалтером экономистом я работником одного из подразделений газпрома пришли мы в этот бизнес по двум причинам это деньги и запасной аэродром это то почему мы пришли сюда вот сейчас я вижу тут мы будем сейчас идти по поселку я буду встречать много знакомых сереже сергей кимов кстати один из наших тоже партнеров прямой сереже все я прохожу я не стал отвлекать да да так что ребят мы будем сейчас я буду показывать сейчас это поселок откуда все начиналось понял вот сережа также всем пока ты все поехал куда ну ладно давай наташ привет мы будем наверно в поселке мы кого-то встречать из моих знакомых понятное дело да то есть но сейчас мы столкнулись с одним из директоров нашей команды сразу хочу вам сказать вот том подъезде где мы живем на пяти этажах через два с небольшим года было уже семь директоров семь директоров компании рефлейм в пятиэтажном доме вот это у нас такой парк очень такой уютненький хорошенький где-то сейчас в этом парке гуляет наталья васильева я вот хочу ее сейчас увидеть она любит делать обзвоны индивидуальную работу именно гуляя где-нибудь либо в парке либо еще где-то то есть она не любит работать дома вот ну я продолжу да то есть кратенько нашу историю никто из моих друзей со мной не пошел в этот бизнес сразу хочу вам сказать на первом этапе единственный человек который меня поддержал это мой родной брат александр васильев вместе со своей уже в будущем супругой с натальей это единственный человек который мне поддержал на первом этапе все друзья я потом вам покажу где проводил презентацию для своих друзей все друзья когда услышали ну то есть то куда я их зову высказались об этом неоднозначно матными словами прямым текстом матом я тоже очень хорошо в свое время умел говорить сейчас отучаюсь на это я им сказал хорошо парни я не буду заниматься этим бизнесом кто из вас даст мне возможность заработать на свой дом хорошо я не буду заниматься этим бизнесом кто из вас даст мне возможность зарабатывать так чтобы путешествовать чтобы жене шубу купить но и пик 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 я тоже добавлял матные слова но в общем в итоге один из парней сказал да самим бы кто дал такую возможность так зависает немножко интернет но может быть до моментами может быть где-то будет что-то подвисать но я все-таки надеюсь что сейчас мы выйдем в зону где связь будет хорошая вот таким вот образом так получилось что никто еще раз повторюсь из моих друзей знакомых близких то есть не пошел со мной в этот бизнес и вот поэтому я всегда на своих презентациях всем говорю ребят скажите пожалуйста то есть хотите преуспеть в этом бизнесе да а вот теперь у меня самое главное говорю рекомендации вот если у вас будет внутренний стержень и внутренняя решимость преуспеть независимо от мнения окружающих у вас получится если у вас есть зависимость от чужого мнения то ничего не получится вот кстати встретил наталью наташенька привет привет ты в прямом эфире короче ты поняла даже ты сейчас разговариваешь в общем я решил поселок показать всем ребятам вот наташа работает видите да то есть наташ все отлично и так ничего мы сейчас пойдем дальше в общем наталья спец по индивидуальной работе с партнерами работа с новыми партнерами работа индивидуальная работа в этом я считаю она одна из самых лучших не просто в компании рефлейм вообще то есть она спец по сопровождению партнеров по обучению партнеров ну и так далее так далее так вот друзья поэтому единственная причина почему кто-то останавливается в сетевом бизнесе но имеется ввиду кроме знаний навыков это зависимость от чужого мнения если человек зависит от чужого мнения что друзья скажут что там кто-то подумает ну и так далее так далее да ну все можно я говорю сразу сливаться на эту тему очень рекомендую всем вспомнить вот эту притчу помните да когда один мужчина сыном поехали на рынок взяли с собой осла и они едут идут вернее ведут осла навстречу идут путники они говорят да то есть о смотрите два придурка пешком идут ноги стаптывают осел пустой но в итоге для отца сыном было важно чужое мнение отец сел на осла сын идет рядом навстречу идут путники говорят о вот старый да оседлал осла молодого поконяя для отца сыном было важно чужое мнение они поменялись местами молодой на осле отец рядом но я думаю вы уже догадались навстречу идут путники и говорят вот молодежь пошла до молодой на осле отца пешком заставляет идти тогда они сели вдвоем на осла я думаю вы уже поняли что дальше последовало навстречу идут путники и говорят вот бедное животное да два козла оседлали то есть бедного ослика ну и ужас был когда отец сыном отец сыном заходит на рынок и заносит на себе осла вот очень часто я всегда говорю многие люди вот подвержены именно этому то есть пускай я мало зарабатываю пускай там еще что-то да но главное никто ничего там не скажет не подумает ну и так далее так далее вот таким вот образом ребят и так дальше идем вот там заканчивается поселок там там идет уже трасса м7 дальше смотреть что получается а сейчас покажу вот впереди это блат комитет местного нас так вот там трасса оттуда я ездил на на работу газпром у нас служебный автобус и приезжал и забезал забирал оттуда работников так вот расскажу вам историю как я свое время показывал первый раз каталог oriflame смысл бизнеса само собой большие деньги не в каталоге заложены но наталья попросила меня показать каталог кому-нибудь на работе ну я очень люблю наташу поэтому сказал да конечно покажу каталог ну блин страшно было неописуемо может быть кто-то меня понимает сейчас страшно неловко как это угодно сказать я взял каталог решил показать кассирше татьяне в общем вышел из служебного автобуса когда нас привезли уже на предприятие шел за таней и не доходя нескольких шагов до нее я сворачивал вечером меня наташа спрашивала ну чё показал каталог я говорю нет не показал ее не было на работе потом на следующий день опять ну что показал каталог а я не показал потому что страшно было я говорю нет у нее что-то лицо какое-то хмурое было я грана чё-то не настроение было ну в общем через неделю я устал капитально я ничего не сделал но я устал устал эмоционально знаете от чего потому что 24 часа в сутках крутишь в голове пустую мыслю надо показать а действий нету и устаешь от этого очень сильно может быть кому-то это очень знакомо да в общем я догнал татьяну когда никого не было на личной площадке протянул ей каталог и говорю тань посмотри каталог может быть что-нибудь закажешь себе там она взяла каталог и сказала примерно следующую фразу задолбали этими каталогами уже все ребята у меня было ощущение что меня раскатали ниже плинтуса просто ниже плинтуса я начал что-то лепетать то есть там ну в общем первая мысль у меня было откровенно могу сказать а послать откуда-нибудь подальше все в конце концов нет безденежья до в газпроме работаю квартира есть машина пусть четверка была на тот момент но все равно машина есть но самое интересное было вечером когда я уже сидел в служебном автобусе заходит в бухгалтерии женщина как сейчас помню валентина и громко так на весь автобус спрашивает эдик я слышал ты в рефлейм работаешь блин я никогда до этого и после этого не испытывал того состояние которое тогда испытал там мне хотелось провалиться куда-нибудь на тот конец света я начал лепетать это не я это жена я помогаю и она потом я не помню что там еще было но потом она мне сказала в конце дай каталог посмотрю девчонку бухгалтерии покажу ребят я летел домой наташ я говорю я показал каталог потом полгода спустя я рассказал эту историю мы смеялись конечно да как вы сейчас смеетесь но тогда не было это смешно я думаю вы понимаете но в общем в итоге что получилось привет вот я тут вижу все знакомых у меня тут на таких вот машинках знакомые проехали ну короче тогда это не было так смешно но мы с наташей потом серьезно задумались а почему тогда не бросили в конце концов квартира была не в ипотеку купленная автомобиль был ладно бог с ним советский но был работа более-менее хорошая до зарплата были у нее у меня ну мы поняли две причины основные первое это было очень большой список желаний мечты а вторая причина это не было уверенности в будущем понятно да идея поэтому ребята если у вас есть цели и мечты то вы обязательно их добьетесь так вот мы подошли к дому к такому кирпичному вот в этот дом мы переехали когда мне было четыре года то есть когда мне было четыре годика мы переехали в этот дом кстати без лишней скромности скажу вот это вот эти вот березы которые здесь они выше пятиэтажного дома вот эти вот вот эта береза вот это вот это вот их посадил свое время я вместе со своим отцом вот мы сажали здесь тут еще рябину сажали но ее уже это вырубили она вот здесь была еще рябина вот береза которую мы посадили в свое время и вот березы которые мы посадили вот такие они выросли вот этот подъезд в котором я жил с четырех лет вот он на пятом этаже вот те два окна она сквозная квартира то есть другое окно выходит на ту сторону вот там то есть я провел свое детство вот таким вот образом да да конечно конечно сейчас гордостью что я работаю в рефлейм это само собой в любом случае так ну что вот идем дальше по поселку смотрим что и как здесь сразу хочу вам сказать через полтора года работы в рефлейм в этом поселке у нас было более 600 партнеров компании рефлейм то есть более 600 консультантов рефлейм уже были в нашей команде именно здесь у меня был руководитель прямой в газпроме когда я работал владимир александрович он мне часто говорил одну фразу фраза звучала следующим образом не место красить человека человек место homo locum montnich no locus hominem я ее запомнил навсегда потому что когда я приходил молодой сотрудник газпроме к нему и объяснял почему у меня что-то не получилось сделать он мне всегда говорил эту фразу я ее понял на зубок он не всегда говорил эдуард мнению неважно какие были условия какие обстоятельства были самое главное ты должен понять одну вещь делать до результата поэтому вот таким вот образом вот здесь в этом доме живет александр васильев мой брат видите да автомобиль бмд видно да вот брат у меня живет пока еще здесь вот его окна за что и в эфире нет у меня еще да может записи курса на 9 раз окно 2 окно 3 окно трехкомнатную квартиру у него здесь ремонт они там сделали классный хороший ну я думаю не думаю знаю скоро они оттуда перейдут это стопроцентно однозначно ну что поехали дальше вот так что вы пишите вопросы ребята отвечу с удовольствием на вопросы ну значит отвечу сейчас пока вы пишете вопросы на один из вопросов который поступал все ли у нас получалось в этом бизнесе я вам могу сказать если сколько сейчас живет я сейчас не знаю то есть ну в свое время здесь было порядка трех тысяч сейчас я думаю больше сейчас больше чуть-чуть не получалось намного больше чем получалось ребята то есть тут вопрос видите в чем у разных времен разные сложности и трудности нельзя сравнивать понимаете да войну были одни трудности но было там что-то хорошо понятно да идея послевоенное время были одни трудности потом было что-то хорошо мы не проходя вот ту войну мы можем ли судить о том когда было хорошо или как понятно да идея вот дальше по поводу трудностей ну вот я вам рассказал по каталогам да например то есть потом да легче само собой пошло когда узнал о продукте больше пользоваться на ну пользовался уже с опытом рассказывал то есть свой опыт ну и так далее так далее вот таким вот образом сейчас мы идем в сторону школы в которой я учился покажу вам в какой школе учился почему я сейчас это показываю вам но чтобы вы понимали тоже что любой большой результат то есть это никогда человек сам упал оттуда с неба любой результат это восхождение на вершину если так можно сказать но при этом сразу хочу вам сказать пофигу какие у нас сейчас результаты я никого не зову на свои результаты самое главное куда мы идем то есть сейчас мы набираем новых партнеров команду обучаем их по четкой отлаженной системы улучшаем с каждым разом свою систему что-то убираем добавляем потому что мир всегда менялся меняется и будет меняться мой 18 лет в рефлейме и в сетевом бизнесе то есть все 18 лет с компанией рефлейм так по поводу холодного рынка смотрите что хочу вам сказать нет такого понятия как холодный рынок в свое время меня этому научил мой наставник владимир полежаев есть два понятия знакомые незнакомые люди понятия незнакомые это временное поэтому то что вы называете холодным рынком это незнакомые люди то есть начали нужно познакомиться а потом работать как со знакомыми что было самым сложным я вообще не люблю слово сложно объясню почему убирайте из своего вообще лексикона слово сложное есть слово трудное понятно да трудное состоит из слова труд а сложное состоит из слова ложь понятно да идея поэтому вот тут сложных вещей нет вообще в мире есть трудные понятно да которые требуют труда а сложных нету если есть сложные вещи то это лохотронские вещи поняли да иди его там в лохотронах там сложно поэтому сложных здесь не было вещей и нету вообще по жизни просто нужно сделать определенное количество труда определенное количество звонков определенное количество встреч определенное количество книг прочитать определенное количество отказов получить определенное количество то есть сделать действий чтобы получился результат так когда начинали как приглашали людей только в живую но когда мы начинали интернета не было только живые встречи живые встречи то есть назначить человеку встречу а он не приехал на встречу все встреча отменилась то есть пролетела Максимум, что было в те времена, это пейджер Сотовые были только там Они такие были большие трубки Кто-то, может быть, помнит в те времена Пейджер был, пейджер Тебе на пейджер, пик он пиликал Ты его доставал, и там надпись Не смогу приехать на встречу, например Тебе надо было найти телефон, чтобы позвонить на станцию И там продиктовать сообщение на другой пейджер Если у человека есть пейджер Как создавали систему, работа на старте Очень хороший вопрос Так, когда здесь жили Мы недавно буквально уехали отсюда Там еще за поселком есть коттеджи Вот там мы жили Исполнительную квалификацию мы делали здесь Поэтому, неважно, где вы живете Еще раз повторюсь И бриллианты исполнительного можно сделать где угодно Даже в деревне Было бы желание, тем более сейчас с онлайн-технологиями Вот, как создавали свою систему Все по ходу, все по ходу, ребят Все по ходу на старте Делали, учили своих людей тому, что мы делаем Школы проводили, обучение Домашние встречи Потом онлайн появился Онлайн изучали, добавили онлайн Сейчас делаем, миксуем все это дело Хозяйство, ну и так далее Эдуард, что делать, когда партнеры не хотят Удаляются с чата Ну и работать не хотят Ну что сделать Надо искать тех, кто хочет Вот я ищу тех, кто хочет И сейчас на эфире есть люди Которые еще не задействованы в этом бизнесе И вы хотите Вы знаете, куда писать Какое у нас звание Исполнительные директора компании Reflame Да Сохранить эфир, да Сохраним обязательно Были спады в бизнесе? Конечно, конечно, конечно Были, конечно, были спады То есть куда без этого Но, вы знаете, я никогда не называл это спадами Были временные, ну, ситуации определенные Сейчас мне нравится такое слово Временные трудности Понятна, да, идея? Вообще, уберите из своего лексагона слово спад Спад, это вот Ты согласился с тем, что это спад Понимаете, да, в чем дело? То есть бывают какие-то определенные трудности Вы что хотите сказать? Ну вот сейчас чемпионат мира Смотри Были люди, которые пропускали, например Ну Вернее, пенальти били и промазывали Были выдающиеся, притом, спортсмены Были команды, которые не вышли вообще, да То есть в полуфинал и так далее И так далее Это временные трудности Понимаете, в чем дело? Нельзя, главное, соглашаться самому Что у тебя спад Если ты согласился, что у тебя спад Все, вот это начало уже провала Потому что ты будешь Знаете, что делать? Ты будешь искать логическое объяснение Почему у тебя спад И найдешь это логическое объяснение В людях В экономической ситуации В жаре В холоде Ну еще и так далее, так далее, так далее А еще самое страшное, не дай бог Заболеешь сам Подсознательно Неосознанно Подсознательно Ну и как-то каким-то образом Оправдаешь вот этот спад Поэтому не бывает спадов Бывают какие-то определенные Временные трудности Сигналы Понимаете, в чем дело? Что мы что-то делали не так И так далее, так далее Тут, как преодолеть страх Чтобы подойти к человеку Рассказать о бизнесе Боятся все, ребят Все боятся Волнуются все Я волнуюсь перед любой встречей До сих пор Мне волнение помогает снимать Одна установка Когда я иду на встречу Либо у меня предстоит скайп встреча Или еще что-то Я задаю себе один вопрос Я говорю, скажите, пожалуйста Знаете, он так должен звучать Сейчас я встречусь с человеком И мне нужно будет узнать Как с помощью наших возможностей Я помогу решить ему его проблемы Понятна, да, идея? Ну, давайте немножко рекламная пауза В чем она будет заключаться Вот школа Вот школа, в которой я учился Вот она Пошарпана уже такая Сейчас говорят, там мало учеников Вот там был зал бокса Это стадион Здесь Вот этого дома не было Его недавно поставили Здесь лыжная база была Восемь лет Бегал на лыжах Семь лет Вольной борьбой занимался Вот таким вот образом Так, ну что Пройдемся по стадиону, да Продолжим Дальше отвечать на вопросы Так По поводу спадов, я думаю Ответил, да Про страх Итак, еще раз про страх хочу сказать Вы идете на встречу с человеком Сами себе говорите Не перестаньте думать о себе Страх из-за того, что вы думаете о себе Больше о том, как вы выглядите О том, как сказать правильно Не ошибиться И так далее, так далее Думать-то надо о том Как помочь человеку, с которым вы будете встречаться Поэтому вопрос Как с помощью наших возможностей Я могу помочь этому человеку Решить его проблемы Тогда будет чуть легче Но о волнении, куда его не снимешь Оно есть Просто нужно начать делать Вот и все А через какое время начали путешествовать Так В 2001 мы пришли в бизнес В 2003 году мы поехали на свою первую конференцию Это был Тунис Северная Африка Первая золотая конференция Я тогда первый раз увидел море Мои родители меня не баловали Хотя они все тоже добились всего сами с нуля Отец был зам генерального одного предприятия Мама была потом главным бухгалтером в Газпроме Того предприятия, где я работал Они сами с деревни родом Всего добились сами И меня учили тому же самому Поэтому меня не баловали никогда Море я увидел впервые в 27 лет, ребят На золотой конференции Понятна, да, идея? Так что это нормально Я очень благодарен своим родителям Потому что каждое лето меня отправляли В деревню работать Я работал Ну, например, там давали мне Пять грядок трехкилометровой свеклы Я полол ее Потом на току работал К пяти утра В 4.30 встаешь К пяти бежишь на ток работать Потом бабушка за это получала Там зерно, еще что-то А мне почетная грамота Я шучу, я так говорю, да То есть Поэтому Я благодарен родителям Меня воспитали с уважением к трубе Так что у меня не было никогда претензий Каких-то По отношению к тому Что мне что-то не давали На море не возили И так далее, и так далее Была страсть, было желание Добиться всего самому И родители для меня были в этом пример Потому что они с нуля всего добились сами В этой жизни Было ли у вас, что вы теряли уровень? Да, было Было Расстраивался Расстраивался Мальчики не плачут Ну, блин, до слез даже иногда Чуть ли до слез не доходило Считаю, что у вас мощное обучение Мощная команда И кажется, что сложно повторить Слышно Нету сложных вещей Еще раз повторюсь Нету сложных вещей Все на самом деле очень просто Просто вы смотрите на картину в целом Но если картину разложить на маленькие пазлы Все становится очень простым Если эти пазлы сложить Тоже становится все просто Просто вы не видите все пазлы В целом Ну, потому что это сложно увидеть, да, со стороны Все пазлы в целом По единицам То есть кажется вам сложно Поэтому не надо Еще раз говорю Я противник слова сложно Я всегда говорю Упрощайте сложное И не усложняйте простое Все на самом деле очень просто Предельно просто Привет Вы знаете прекрасно Батюшка Говорит один человек Скажи, пожалуйста А вот секс без любви Это грех? И батюшка возмущенно Он говорит Ну, что же вы привязались к этому сексу? Да все Без любви Это грех Все, что бы вы не делали Без любви Это грех Понимаете, в чем дело? Очень сложно Делать этот бизнес Если ты делаешь его Только ради Балов, бонуса Ради того Чтобы лишь бы себе Да, заработать Мы с самого начала Поняли идею этого бизнеса Смысл этого бизнеса Работать на результат людей Не говорить об этом А думать так Вот это очень важный момент Поэтому мы всем Вот когда я узнал О возможностях этого бизнеса У меня был единственный страх Как Лишь бы моих знакомых Не позвал кто-нибудь Раньше Меня Понятна, да, идея? Поэтому мы приглашали всех Без всяких шлабулонов Без всякого То есть просто от души Рассказывали Мы говорили, что Есть возможность заработать Давай мы тебя расскажем Ты уже на основе Этого рассказа Сама Или сам примешь решение Без информации Трудно принимать решение И все Мы договаривались Навстречу И рассказывали человеку Про этот Бизнес Да, были огромные мобильники Когда я принял решение Уйти из Газпрома Когда закрыли звание директора Закрыли звание директора И 1 апреля Ну так совпало Это не специально Я подгадывал 1 апреля Я занес заявление На увольнение Это получается Вот мы в январе 2001 стартовали А 1 апреля 2002 года Я написал заявление Ушел с Газпрома Было очень очково Сразу хочу вам сказать Это страшно Неловко Было сложно В первые дни Потому что Когда ты работаешь на работе У тебя как-то день Уже спланирован за тебя А тут надо полностью управлять Своим временем Поэтому это было Довольно таки непросто И я знаю Как поддерживать людей Вот в такие периоды Я знаю Что нужно делать Именно в такие периоды Скажите Много зависит от наставника Директора команды Сейчас Знаете так я скажу Если человек упертый То пофигу вообще То есть Ничего не зависит Но Сейчас Век команд Вот так бы я сказал Наверное То есть получается В любом случае Определенная доля Есть тут Но Если человек Начинает Оправдывать Свой неуспех Тем что у него Нет наставника Вот это проблема Не наставника А этого человека Понятно да идея Так что поэтому Вопрос довольно таки Скользкий Насчет того Многое ли зависит От наставника Ну например Я вам могу сказать Что мы С Владимиром Мистамилой Познакомились только В Тунисе На золотой конференции Так Какое задание Даете новичку Который хочет Стартовать в бизнесе У нас есть четкий алгоритм Ребят То есть это отдельная тема То есть Запуска нового партнера В каких соцсетях Мессенджерах У вас рабочие чаты То есть Бизнес чаты У нас Васьки Бизнес чаты А чаты Там с клиентами Вайбер И Ватсап Плюс Вконтакте Эдуард Вот вы везде говорите Что у вас личная Ежедневная регистрация Это действительно У вас получается И как этого достичь Но Я не скажу Что у меня 365 дней И каждый день Регистрации То есть Есть дни Конечно Само собой Когда Не бывает регистрации Но Практически Практически Во все дни Я вам объясню Как это получается Это получается У меня был период Когда у меня Не было вообще Регистрации Был такой период Почему Потому что В определенный момент Я перестал делать Исходящий поток В этом направлении Что означает Перестал делать Исходящий поток Перестал делать Активные знакомства Перестал Звонки делать Перестал Ну то есть Исходящий поток Снизился Это как Представьте Ручеек Да Или там Кран Выключить И Надеяться Что вода Ванной Как-то Наполнится Ну это Ну абсурд Полный Понимаете Да В чем дело Вот Для того Чтобы был ежедневный Постоянный Рекрутинг Поймите Одну вещь Нужно делать Большое количество Постоянных действий Понятно Да А вот тут Переписки Делаешь Там еще Что-то Там еще Что-то Вот недавно У меня была Регистрация Мужчина позвонил Который Заявку Оставлял То есть На регистрацию Мне заявку Оставлял Три месяца Назад Но Не вышел На связь Например А тут Он сам Уже Набрал Понятно Да Идея То есть Очень Много Регистрации Которые Есть Сейчас Это Результат Исходящих Действий Месяц Два Три Назад Понятно Да А то И полгода Назад То есть Когда ты Каждый день Делаешь Что-то В плане Рекрутирован Но каждый День Подчеркну Не рывками То Результат Будет Это Как Понимаете Некоторые На диету Садятся Только Когда уже Поздно За две Недели До отпуска Я говорю Ну Как-то Неразумно Немножко То есть Нужно Просто ПП Правильно То есть Выстроить На постоянной Основе Тогда Не надо Будет Вот этих Рывков Делать Если Рекрутинг Делать Случай К случаю Под настроение Ну Это Будет Я считаю Это стресс Это стресс Ребята Я проходил Через это Можете Подробнее Рассказать Про ваш Соцпроект Грандиозный Подробнее Пока нет Потому что Это пока На стадии Начала Только В общем Я скажу вам Так Что Три Новые Команды Которые Сейчас Мы Запускаем И потом Уже Все Последующие С которыми Мы будем Развиваться Доход От этих Команд Полностью 100% Будет Уходить На Один Социальный Проект Стоимость Этого Проекта Порядка Десяти Миллионов Долларов Будет Суммарная Нам Нужна Эту Сумму В течение Примерно Десяти Лет Откровенно Откровенно До конца До конца До конца У меня Не укладывается В голове Как мы С Наташей Наберем Эту сумму Но мы Поэтому Сейчас Заряжены Очень хорошо Работать Это Это то Что Сейчас Меня Мотивирует То есть Это то Что Меня Сейчас Драйвит Я так Скажу То есть Вот Новые Команды Которые Мы Сейчас Запускаем То есть Это Ну Команды Доход От которых Будет Уходить На Соц Проекты И мы Не будем Где-то Бить В грудь Пяткой Об этом То есть Это Это Наш Драйв Это Наш Челлендж Наш Вызов Наш Интерес Наша Мотивация Которая Нас Наташа Драйвит И дает Нам Дополнительную Энергию Не почивать На ларах Поверьте Ребят Это Тоже Труд Работа Смотивировать Себя Когда У тебя Есть Доход Когда Ты За счет Компании Ездишь Сграничной Когда У тебя БМВ К 6 Когда У тебя В Элитном Поселке Недвижимость В Москве Ну В общем Надо Находить Себе Новые Челленджи Новые Вызовы Так Спасибо Что Показываете Место Откуда Дает Уверенность Что Я живя В деревне Сделаю Исполнительную Да Запросто Сделайте Но Запросто Нет Конечно Работать Надо Будет Когда Закройте Звание Президента Арифлэйм Сберите Бороду Нет Не сбреюсь Бороду То есть Причем Тут Некоторые Делают Выводы Что Я там Бороду Выпустил Там Как Хоккеист Или Футболист До Какой-то Победы Или Еще Что-то Вообще С этим Борода Никак Не связана Привет Эдуард В соседнем Городе Есть Бриллиант Продолжать Рекрутировать Население 200 тысяч Конечно Продолжать Можно ли Подробнее О вашей Системе Это Это Очень Долгий Рассказ Мы Будем Делать Мастер Классы То есть В разных Городах И вот там Мы будем Делиться Нашей Системой В октябре Наверное Скорее Всего Сделаю Мастер Класс В Москве Так что Следите за новостями Что вы вкладываете В понятие Сопровождение Доведение До результата Вот это Главное Понятие Доведение До результата В то время Трудное Трудовое Воспитание Было Правильным Я считаю Во все Время Трудовое Воспитание Это Правильно Как Переводите На потребление В бизнес Испотребление В бизнес Партнеров Через отношения Ребят Переводится Все Это отношения Бизнес Отношения Никуда Не денешься Как работа На результат Партнера Но не делать За него Запомните Если человек Халявчик По натуре Вы Никак Не сможете Его Заставить Работать За себя Он Будет Все Воспроизводить Как халяву Есть Человек С правильными Принципами Он Любую Вашу Помощь Будет Воспроизводить Как благодарность Очень часто Не в вас Дело А в людях Просто У людей Не у всех Правильные Принципы В Газпроме Подумали Что первоапрельская Шутка Да Может быть Не помню Уже Какую Посоветуете Книгу Как управлять Своим Временем Жесткий Тайм Менеджмент Дэн Кеннеди Есть Хороший Автор Так Я как-то А как Прокачиваете В команде Продукт Или только Бизнес Ну почему У нас есть Продуктовые Чаты То есть Я По-моему Если вы Посмотрите Сторис Даже Частенько Выкладываю Как я Использую Велнос У нас Партнеры Делятся Видео Обзорами И так далее И так далее Ну то есть Я очень люблю Продукт Компании Reflame Великолепный Продукт Я считаю То есть Самое высокое Качество Нашего Продукта Какой у вас Чеклист По рекрутингу Чеклист Направленный На Рекрутинг Знакомых Знакомых Моих Знакомых Рекрутинг По Хэштегам И Трехсторонние Созвоны С неактивными Партнерами Вы рассказываете Презентацию Да Я больше люблю Голосом Больше люблю По телефону Презентации Проводить В Беларусь Мы давно Уже не ездили Вот я говорил Очень много Знакомых Пытаюсь Издалека Кивать Но не всем Получается Привет Так Как вы советуют Строить команду Вот такие Отвечать не буду Ромашки Цепочки Это вообще Никогда Не называйте Бизнес Не используйте В бизнесе Вот таких Всякие Ромашки Цепочки Или еще Что-то То есть Это показатель Что вы Неуважительно Относитесь К бизнесу Есть вертикальная Горизонтальная Модель построения Это более грамотно Звучит И Имидж сетевого Бизнеса Поверьте Не поднимается За счет того Что его называют Ромашковый Там И так далее И так далее Эдуард Зачем такие Физнагрузки К чему-то Готовитесь Или поддерживаете Здоровье Просто Почему такие Вот я не знаю Надо тренерам Наверное Задать вопрос Почему такие Физнагрузки Блин Ну тренером Наверное Виднее То есть В один момент Просто я не занимался То есть Спортом Упустил Как-то этот момент И сейчас Ну Немножко Нагоняю И Как сказать Я считаю Это нормально То есть Без Напряжения Не будет Прогресса А смысл Делать Это Это не Я не вижу Смысл Заниматься Спортом Имитирую Имитирую Бурную деятельность Вообще Не имею Привычки Делать что-то Только для того Чтобы забить время Если что-то делать То делать Ну Меня по крайней мере Так отец всегда учил Он говорил всегда Если делай что-то То делай хорошо Если не делай То лучше вообще не делай Ну а делать Чуть-чуть хорошо Или чуть-чуть плохо Лучше не надо делать Идар Удачи вам во всех начинаниях Вы пример для многих Спасибо Как сейчас строите Свои команды Ну я сказал Вот про такой ответ Я не буду говорить Про такие вопросы Так С каких стран Вообще можно приглашать людей На Сайте Арифлейм Есть список стран В разделе Рекрутирование Международное спонсирование Там 50 или 51 страна Откуда мы можем приглашать В телеграме Есть канал Называется Профессионал Сетевого бизнеса Вы говорите Что напущенное выстрел Не подпускайте негатив Как вы их определяете Ваш секрет Ну Их легко определить Они ноют Стонут Постоянно ищут Понимаете Одно дело Когда человек Ищет решение Вот он ситуацию описывает И ищет решение Это одно А когда он просто ноет Стонет И Каждый раз Просто Выливает этот негатив Без желания решить Эту ситуацию Зачем мне это нужно Так Отлично Приезжайте в Минск Отлично Жаль Так В Брянскую область Когда приедете В Минск Очень ждем Спасибо Почему выбрала Именно компанию Арифлей Ну вы знаете Я считаю Вообще Мне везет По жизни То есть Мне очень сильно Повезло с родителями Мне очень повезло С Натальей Васильевой Мы с ней познакомились В первом классе С первого класса Мы вместе Я считаю Что Все что у меня есть Хорошего в этой жизни Это только благодаря Наташи Потому что Она меня Делает сильной Сильным Благодаря ей Я такой Какой я есть Благодаря Ей Все лучшее во мне Мне очень сильно Повезло В свое время С моими Руководителями В Газпроме Которые меня Научили Очень правильным Вещам Правильным принципам Реально повезло Это два Таких Сильных руководителя Это Владимир Александрович Вантеев И Лухан Михайлов Владимирович Генеральный Ну вот например Я Своего генерального Вот как Часто привожу Этот пример У нас было Более 500 сотрудников На предприятии Там Так вот он знал Каждого По имени И не просто Каждого знал Он знал Что-то из личной жизни Каждого Представляете Да поэтому Когда я встречаю Менеджеров Там Партнеров У которых В команде 20-30 человек 40 человек И им задают вопрос Сколько человек В вашей команде И они говорят Я не знаю Там около 30 Или около 40 Мне Хочется снять тапок Или туфлю И кинуть В этот момент В человека Почему? Потому что я понимаю Что значит Человек К людям Относится Пренебрежительно Либо Как к балбонусам На ножках Понятно Идея Как к людям Которые дают Товарооборот Надо знать Своих людей Надо знать Свою команду Знакомиться Со своими Партнерами Вот И мне повезло С компанией Арифлейм Ребята Очень повезло Потому что Ну Это отдельная тема Посмотрите Один из первых Эфиров Я давал на эту тему Факты Говорят Сами за себя Продукт Естественного спроса 17 каталогов в год Ну задумайтесь 17 каталогов в год Выпускать Вот представьте Вы Владелец Компании Вам нужно 17 каталогов в год Выпускать Это надо Это Представьте Какая работа Какой труд Каждые 3 недели Новинки Каждые 3 недели Какие-то Новые акции Это же надо Все продумывать Это нужно Завозить на склады Понимаете Это очень сложно Поэтому Когда Компании У которых Один каталог То есть в год И они начинают Бить себя в грудь Пятку Или там У них там 5-10 номинований Продуктов Что они лучше Такие крутые Или у них Вообще Какой-то Информационный Продукт То есть Бьют себя в грудь Я говорю Вы что Ребят То есть Это вообще Ни о чем Через некоторое время Вашим Покупателям Надоест Вот этот Один продукт Потому что Новинки Нужны Постоянные Понятна Да Идея Много Могу перечислять Компанию У которой 4 автопрограммы 4 конференции Единственная Компания У которых Менеджер За счет Компании Подчеркну Ездит за границу Многих Многих Компаний Есть тоже Конференции Но там Умалчивают Лидеры Почему-то О том Что сами Партнеры Платят За эти поездки И так далее Арифлейм Полностью Бесплатно Оплаченные Поездки Так что Арифлейм Это очень Мощная Компания Крутая Компания И самое главное Это компания У которой Есть будущее Потому что Ну я знаю Знаю это Очень хорошо Знаком С топ-менеджментом Эдуард Марафон Бегали Когда-нибудь Бегать Не мое Я уже Отбегался Ребят На Лыжах Я знаю Что такое Бегать 50 30 километров Так что Меня это Ну Как бы сказать Не впечатляет Это не значит Что Меня впечатляют Люди Которые Бегают И Вернее Меня впечатляют Люди Которые Не бегали Никогда И они Начинают Бегать И потом Бегут Марафон Вот такие Люди Меня Впечатляют Понятно Да Идея Поэтому То есть У меня Сейчас Плавание У меня Плавание Мне учит Расслабляться Чувствовать Своё тело Изнутри И Функциональные Тренировки То есть Это то Что Мне сейчас Очень нравится Клинцы Да Хороший город Знаю В Тамбов В Тамбов Пока нет Планов Отлично Так Ну что Дорогие друзья Я думаю Уже Надоел Вам Своей Лирикой И В принципе У меня Правила Есть Прямые эфиры 30 минут Проводить Но сегодня Я затянул Так что Плавание Каждую среду Будут такие Прямые эфиры Ну я имею в виду Именно такие Да Они разные Кто был На прошлом Прямой эфире Мы делали Прямой Эфир Вместе с Романом Белоснежным Мы С ним Уже договорились Будем Периодически Их делать Не так часто Конечно Ну там Я думаю Может Раз В месяц Раз В два Месяца Если у Романа Будет Возможность То есть Я буду Только Очень Рад Провести Вместе с ним Еще Прямые эфиры Совместные Так что В завершении Скажу Следующее Дорогие Друзья Сетевой Бизнес Имеет Очень Большие Перспективы Сейчас В сетевом Бизнесе Можно Решить Пять Основных Задач Пять Реализовать Пять Основных Мотиваций Человека Первое Это Все Что Свят С доходом Деньги Мы живем Материалом Мире Никуда От этого Не денешься Они Играют Свою роль Вторая Составляющая Это Здоровье Но согласитесь Работать Улучшает Улучшает В любом Случае Семейные Зарплату Ненравящуюся Зарплату И Очень часто Родители Не могут Просто показать Своим примером Успех Вот Сетевой Бизнес Дает Такую Возможность Быть Примером Для Своих Детей Сплотить Свою Семью Потому Что В семье Появляются Общие Цели Четвертое Это Признание Очень многие люди Недополучают Этого Признания В обычной Жизни На предприятиях Больше все-таки Ругают Чем хвалят И Пятая Вещь Это Больше Свободного Времени Но Я сейчас Днем Нахожусь Не на Работе Я могу Находиться Где угодно Территория Буквально Через Две Недели Точнее Ну почти Через Три Недели Мы Отправимся На Международную Конференцию В Мадрид В Испанию От компании Reflame Но Мы Едем Еще До Этого На Несколько Дней Раньше В Париж Во Францию С Наташей Это Будет Наш Такой Романтик Поездка К Чему Я Говорю Этот Момент Дорогие Друзья Если Кто-то Еще Думает Включиться Не Включиться То Наверное Уже Пора Это Делать Зачем Затягивать Время Если Эти Мы Появились То Наверное Это Уже Сигнал Все Пора Включаться Готов Ответь На Вопрос Если Что Пишите Задавайте Еще Раз Повторюсь Я Откровенно Говорю Что Я Приглашаю Команду Тех Кто Не Задействован Еще В Этом Бизнесе Мы Сейчас Запускаем Новые Команды Будем Работать До Результата 100% На Видеозаписи Этого Эфира Обязательно Выложим В Ютубе Так что Можно Будет На Нашем Канале Я Тоже Его Посмотреть Уже В Записи Ну Что Буду Благодарен Если Вы Дадите Обрат Связь Под Последним Постом В Инстаграме Дайте Обратную Связь Чем Вам Был Полезен Этот Эфир В Общем Я Очень Тепло Вспоминаю Время Когда Мы Жили В Этом Поселке Очень Тепло Вспоминаю Как Время 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 Время